Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Юрий Аксёнов, и мы продолжаем проходить игру Murdered Soul Suspect. И мы, как вы помните, вчера остановились на том, что мы зашли в церковь. Итак, мне нужно выяснить, где свидетель. Давайте сейчас попробуем это сделать. В церковь мы проникли, и как вы видите, в церкви присутствуют вот такие вот какие-то защитные штуки, из-за которых мы, например, не сможем пройти в определенные места. Так, что это? Давайте обнаружим. Ага, это какая-то пила. Необходимо еще десять до полной картины. Ага, смотрите, ворона сидит, призрачная ворона. Давайте попробуем, может быть, она тоже что-нибудь... Нет, она ничего, она просто так для красоты. Так, здесь сидят какие-то чуваки. Давайте попробуем у них вселиться. Так, чтение мыслей. По крайней мере, здесь светло, и вокруг много людей. Угу, понятно. В общем, ничего особо интересного. Так, здесь какие-то стоят люди, давайте их обнаружим. Ага, вот, собственно, это остались фантомы тех, кого мы ищем. В той квартире что-то указывало на церковь? Так, где у нас тут была картина, где нам что-то указывало на церковь? А, была какая-то фотография вот этого, да, вот. Нет? Как эта церковь здесь ни при чем? Отец, вы не могли бы меня ненадолго приютить? Конечно, дорогая, церковь всегда тебе поможет. Могу предложить старый чердак. Живи сколько хочешь. Ну вот мы и нашли ответ. У нее комната на чердаке? Надо проверить. Нам нужно как-то теперь пройти на чердак. Так, что это? Смотрите. Это еще одна пила. Еще девять. Необходимо найти. Так, что это здесь стоит? Что за призрак? А, можно взглянуть на свою жизнь. Обещание, которым я никогда не жалял. В общем, это обещание женитьбе на Джули. Они поженились, но потом она погибла, к сожалению. Так. Вау. Смотрите, падра здесь стоит и пылесосит. Так, ну что ж, а мы пойдем дальше изучать старую церковь и искать проход на чердак. По пути, может быть, мы все-таки сможем собрать все необходимые пилы. Так, тут тоже, смотрите, смотрите. Эту пилу вообще было практически не видно. Так, идем наверх. Нет, мы же вышли, мы просто обошли вокруг. Так, где же нам найти проход? Может быть, все-таки нам удастся пройти через вот эту вот непонятную штуку? Что это вообще такое? Теперь я понял, что это такое. Туда нам не нужно. Так, неужели все сначала? Зачем ты это снова изучать? Где же она? Могло бы это все остаться. В той квартире что-то указывала на церковь? Конечно, указывала. Отец, вы не могли бы меня ненадолго приютить? Конечно, дорогая. Церковь всегда тебе поможет. Могу предложить. У нее комната на чердаке? Надо проверить. И что, и пилы все, которые я нашел, сбросились или нет? Нет, слава богу, пилы, кстати, не сбросились. Потому что здесь была пила, а сейчас ее там нет. Так, вот мы и попали чуть-чуть повыше. Теперь нам нужно найти проход еще выше. Так, через призрачную стену пройти мы не сможем. Поэтому давайте как-нибудь аккуратно. Так, что это за табличка? Какая-то схема, кстати. Так. Почему мы не можем пролезть через дырку, допустим? А что если нам укрыться, например, вот здесь? Нет, это нам ничего не даст. Так, ищем проход на чердак. Он может быть, в принципе, где угодно. Смотрите, какой гигантский орган стоит. Очень красиво. Но, походу, здесь прохода нет. То есть нам придется искать совершенно другой проход на чердак. Вау. Хоть он и может падать, но все равно как-то это страшновато. Давайте снова обнаружим наши воспоминания. Может быть, оно все-таки пригодится нам. Так, сюда мы не сможем пройти. Тут мы не можем сквозь стену пройти. Может быть, здесь? Нет. И не здесь. И здесь эта дебильная жижа. Через нее мы никак не сможем преодолеть. Ну и вот, снова я прошел вокруг. Смотрите, сидит какая-то девочка. Эй, эй, эй! Все нормально. Но не подходи к ней. Я больше не могла терпеть. Пришлось это прекратить. Эти руки рвали на части мою душу. Мой мозг. Они в глазах. Они пролезают через глаза. Все, 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 все. Успокойся. Ты просто бредишь. Лучше бы мне сказала, как пройти. Что? Они пришли за тобой. Ненормальная, блин, какая-то. Так, смотрите, что это? Какая-то записка. Очень-очень странно. То, что мы не можем пройти. Юра, давай, думай. Включай мозг. Ведь здесь же должно быть все просто и понятно. Жалко, что нет карты. Так. Тут мы не пройдем. Укрыться здесь тоже совершенно не выход. А-а-а. Вот так-то вот. Чтобы пройти через этот проход, необходимо всего лишь было укрыться в каком-то призрачном силуэте, который находился на другой стороне стены. Итак, теперь мне нужно попасть как-то на ту сторону. Может быть, получится пройти сквозь стену? Нет, не получается. Так, что бы сделать? Давайте укроемся здесь. Так, попробую, может быть, с той стороны точно так же. Вдруг получится. Вот, да. Отлично. Нам нужно не забывать и использовать данные способности. Так, собрать. Это еще одна записка. Но зачем она нам? Как пройти на чердак? Так, я предлагаю посмотреть. Может быть, здесь есть что-то типа такого? Нет, кстати, здесь этого совершенно не было. А тут выход на улицу? Очень любопытно. Так. Теперь священника мы можем вселиться? Нет, не можем. А нет, можем. Смотрите. Вселяемся в священника. И спокойно проходим вот это вот ужасное место. И сейчас мы его тело покинем и пройдем. Великолепно. Да, в этой игре нужно реально думать. Не все так просто. Вы понимаете, что это значит? Нам придется сейчас вселиться в кошку, скорее всего. Так, что это? О, какой-то предмет. Отлично. Так, что здесь? Смотрите, какие-то ботинки. Ага. Она поднимается наверх. Вот, кстати, и кошка. Но перед тем, как отправиться и вселиться в кошку, я предлагаю вам все-таки посмотреть все вот эти вот комнаты. Может быть, здесь что-то лежит? Вот, кстати, и одна из пил. Так, еще пять. Оп. Еще одна пила. Так, обнаруживайся. Давай. Есть. Отлично. Так, что здесь? А, здесь мы не можем пройти. Что-то с вентиляцией? Так, здесь кухня. Ничего, сэр. Оба-на. Отлично. Еще три пилы. Нет, я не притираюсь, но, честное слово, разве это центра нет? Ох же ж, черт, демоны. Оу, я такого не ожидал. Почему тут везде благомой? Это несправедливо. Это несправедливо. Какого хрена они появились? Так, спасение от демонов. Нам нужно как-то от них спастись. Я совершенно не ожидал такого подвоха. Со стороны игры. Так, давайте попробуем как-то прокрасться. И уничтожить этого. Гребаного демона, который чувствует. Чуть было, меня не сожрал. Реально очень страшненькая игрушка. Так, вот он стоит. Походу, он прямо за этой стеной. Я из биланска. Так, что надо нажать-то? О, черт, о, черт. Не-е-е-е. Почему не было написано, что нужно нажать? Так, он остался. Да, он остался, кстати. О, черт, о, черт, о, черт, о, нет, о, нет. Окей, давайте еще один заход. Реально страшно. У меня вот реальные мурашки по всему телу. Хоть я и понимаю то, что этот демон не настоящий, но... Все равно. Так, демон отвернулся. Так, удерживаем. Теперь нужно нажать вот так. Есть! Просто я тогда слишком рано нажал, так сказать, отпустил, точнее, клавишу F. Так, смотрите, здесь еще одна пила. Так, обнаруживаем. Собираем. И осталось найти еще две штуки. Всего лишь две штуки. Так, где эта кошка? Она была где-то возле кухни. Так, больше демонов нигде нету. А то мне не хотелось все-таки неожиданно с ними встретиться. Так, кошечка, вот она. А, нет, это не кошечка. Это девочка. Вот она, кошка. Ну все, я в нее вселяюсь, короче. Так, мы можем перемещаться с помощью кошки. А с помощью шифта мы можем бежать. Угу. Мяу. Так, нам нужно найти проход. Так, кошка-то теперь не может сквозь двери ходить. А как прыгать-то, я не понял. Так, давайте попробуем через кухню. Ага, скорее всего, именно сюда нам и надо. Так. Вот здесь вот она как-то должна прыгать. Ну, на какую клавишу. Ага, просто нужно бежать, и она прыгнет. Так, здесь какая-то демонская штука. Нет, я не придираюсь, но честное слово, разве это центральная деталь украшения? Извините, мэм, но в заявке было оформить в фуританском стиле. Без подробностей. Ого, вот она нам куда надо. Оп. Давай наверх, кошечка. И по вентиляции. Так, куда пойдем? Туда или туда? Давайте на свет. Не, нам, наверное, вряд ли сюда. Очень прикольно, кстати, играть за окошко. А нет, здесь, кстати, тупик. Значит, мы идем правильно. Так, о, дверь открыта. Так, как же она залазила? Ага. Какие-то строительные леса здесь. Давай, хоп. Так, и дальше нам нужно карабкаться по стене. Очень прикольно. Так, куда дальше? Ага, дальше по деревьям. Как же кошкам тяжело живется. Оп. Так, прыжок. Отлично. Нам нужно вот в то верхнее окошко. Так. Вот мы и на чердаке. Блин, здесь тоже демонская штука. Это ужасно. Кстати, демонов здесь нет. Ну что ж, давайте покинем тело кошки. Теперь пройдем сквозь стену и обнаружим девочку, которая была свидетельницей. Вот она, наконец-то. Так смешно то, что нас никто не видит. И почему я все время теряю ключи? Как же до нее достучаться? Мне надо выяснить, что известно свидетелю. Так, что здесь? Оба, она пила. Так, а что за этой дверью? Я надеюсь, здесь нет демонов. Так. Обнаружить? Вау. Так, давайте вернемся к месту расследования. Ну, нам осталось только вселиться и как-то, блин, повлиять на нее. Так, кью. Повреждения, запрос данной пропавшего, фото девочки. Одна зацепка. Свидетель в бегах. Следы борьбы. Странные наброски. Неправильно, блин, неправильно. Давайте попробуем еще раз. Неправильно. Так, интересно, сколько раз можно ошибаться? О, да. Убирайся к черту. Проклятие, если ты еще раз в меня вселишься, я... Я... Ты не имеешь права взваливать на меня свои проблемы. Я разыскиваю своего убийца. Того, кто час назад чуть не напал на тебя, и если... Погоди-ка. Ты... ты меня видишь? И слышишь? А, черт, я понял. Ты же медиум. Ха. Похоже, я самый большой везунчик на свете. Нашел идеальную помощницу. И чего вы все время к нам цепляетесь? Помогать копам – это не какая-то там привилегия, а самая настоящая ловушка. Я не информатор, не партнер, не друг. Ничего вам не должна. Как, впрочем, и вы мне. Да, да, я все понял. Ты крутая, ладно. Но он круче. Ты видела, на что он способен. Он охотится на тебя или на того, кто тебе дорог. И тот, кто ему нужен, пусть радуется, что вообще еще жив. Я могу его остановить. А ты помочь мне в этом. Просто ответь на несколько вопросов. Мне жаль. С тобой произошло ужасное. И ты... Ты меня спас. Ладно. Что? Так, почему убийца ищет? Меня убили, когда я проследил за этим уродом до твоего дома. Интересно, зачем ты ему нужна? Думаю, этому уроду была нужна моя мама. А я ведь никто. Невидимка. Мы постарались, чтобы было именно так. Не все жаждут публичности. Так, нужна твоя мать. Расскажи давай нам. Нужна твоя мама? Но зачем? Она... Как я. Но нашла способ зарабатывать на наших способностях. Это могло привлечь к ней внимание. Так, дальше. Кто твоя мама? Ну и где твоя мать? Ой, блин, где? Наверное. Умерла. Она бы меня никогда так не бросила. Нет. Я не знаю, где она. Но тут замешан звонарь. Это совершенно точно. Не зря он сегодня сюда приперся. Так, звонарь. Если он ее убил, зачем возвращаться к ней в квартиру? Я не знаю. Слушай, ну не накручивай себя так. Почему ты там не живешь? Почему сегодня вечером ты была в квартире? Скоро я свалю отсюда. Почему ты там не живешь? Потому что такие, как вы, вечно просят о помощи. Непременно хотят еще раз поговорить с близкими, разгадать очередную безумную загадку. Я люблю маму, но не могу долго жить в одном месте. Не хочу, чтобы меня обнаружили. Понятно. В детстве я тоже редко дома бывал. Знаю, это бесит. Так, почему сегодня вечером ты была в квартире? Ну ладно. Что ты делала в своей квартире? Я там живу, Шерлок. Ну, ладно, жила. Пару дней назад моя мама пропала. Мы редко видимся, но раньше она не исчезала. Ну, вот так. Так, что ты имеешь в виду под зарабатывать? Зарабатывать на способностях? Да. О, может, ты ее знаешь. Ясновидящие, ее копы наняли. Составлять портрет. Убийцы. Прости. Я не в курсе. Сегодня я нашла это дома. Говорится про какое-то досье на звонаря. И точно ее почерк. Досье на звонаря. Наверное, в нем все ее записи по этому делу. И, вероятно, досье в участке. Правда? Так, ты знаешь убийцу? Но это звонарь уже выросли. Ты раньше видела моего убийцу? Можешь хотя бы предположить, кто это? У вас копов совсем нет улик, что ли? Если вы спрашиваете людей про убийцу. Понятно, почему вам помощь так нужна. Я опрашиваю не людей, а свидетеля, чью жизнь только что спас. Ты в опасности. За тобой нужен присмотр. Копы умеют искать людей. Я нашел тебя и маму твою найду. Я готов взять твои проблемы на себя. Ни за что. Пойми, я, конечно, очень благодарна тебе за спасение, но твои проблемы твои, а мои мои. Вот они. Ну что, удачи тебе. Счастливого небытия. Эй, погоди-ка! Куда пошла? Погоди секунду, послушай. В этом замешана твоя мать, значит, мы должны работать вместе. Работать вместе? А что ты можешь? Ты труп! Отстань! Оставь меня в покое! Она явно что-то знает. Ее нельзя отпускать. Тут должен быть другой выход. Так. Свидетельницу нельзя отпускать, только она может помочь мне найти звонаря. Давайте начнем расследование. Так, выяснить, что известно свидетельницам. И, кстати... А-а-а! Эс! Фух! Чуть не засосала опасная трясина. Так, что здесь, кстати, имеется? Может быть, еще что-то мы здесь найдем? Хотя вряд ли. Нам нужно, наверное, скорее всего, снова вселиться в эту кошечку. Так, давайте. Так, где же нам найти выход? Ага, вот окно открытое как раз. Так, куда дальше? Так, тут заперто. Нам нужно найти там, где открыта либо дверь, либо что-то еще. Вот, кстати, дверь. Самое странное, то, что нам нужно идти вообще непонятно куда. Так, наверх мы никак, что ли, не можем пролезть? А в принципе, зачем нам лазить в этой шкуре? Ведь мы можем спокойно пройти. Итак. Эй! Почему меня туда не пускает? Так. Кстати, давайте проверим, нет ли тут демонов. А, вот он, лифт. Она спустилась здесь. Но куда она пошла? В туалете ее нет? На кухне? И на кухне ее тоже нет. И здесь? Вау-вау-вау-вау, чуть не попался. Нейв. Так, да, здесь не вариант нам идти. Так. Так, что нажать? А-а-а! Блин, блинский, не то нажал и все вот. Так, ну давайте сразу. Хоть бы подсказали, куда идти. Так, в общем, выйдем из этой кошки. Стой! Ага, вот она! Уже уходишь? Да, извините. Но я вернусь, святой отец. Будь осторожна. Походу, сейчас тут демон появится. Так, найти свидетельницу. Так, полтергейст. При помощи полтергейста призрак может взаимодействовать на поведение людей. Блин, священник ушел куда-то. Как мне повлиять на человека? И куда ушел этот священник? Так, тут я не могу пройти. Так, всерейца. Чтение мыслей. Это не то. Так, нам нужно как-то проявить способности полтергейста. Ага! Вот оно в чем дело. Вот и идет священник, и мы сейчас сможем в него вселиться, кстати. Так, ну а теперь мы сможем пройти через эту демонскую ловушку. И покинуть тело священника. Воу! Где-то кричали демоны. А, это ворона. Так. Некоторые объекты можно активировать, чтобы отвлечь внимание демонов. И незаметно прокраситься мимо них. Как правило, чаще всего удается отвлечь внимание демонов с помощью воронов. Вау! Сколько этих демонов там. Так, укрытие демонов поможет вам подобраться к объектам, отвлекающим внимание. Она озвучивает мои мысли. После этих... Так. Отвлеките демона. Бист, я чувствую себя беззащитной. Здесь точно безопасно. Вряд ли этот удивительно смеет вряд. Так, казнь демона. Подойдите к демону сзади, удерживайте R, если хотите его казнить. Встреченство. Так, R. Удерживаем. А, и вот так. Отлично. Так, нужно укрыться. Так. Еще один демон остался. Да, он один. Отлично. Так, сейчас. Казним демона. D и правую кнопку мышцы. Есть. Великолепно. Великолепно. Вроде бы все. По крайней мере, больше никаких ворон я не видел. Итак, перейдем на следующую локацию. Город. Проклятие. И что теперь? В принципе, было бы интересно играть и без демонов. Демоны даже, наверное, раздражают. Господи. Походу, кошки тоже видят призраков. Ну. Куда она делась, а? А, кошка? Так, какая улика подскажет мне, куда она отправилась? Записки матери. Чердак церкви. Мать свидетельницы пропала. Громкий крик. Нет, не угадал. Так, может быть, личность убийцы? Нет. Последняя попытка, что ли? Нет. Что-то я совсем не могу угадать. Ну, конечно же, записка матери. Найди в участке мои записи. Не возвращайся, это опасно. Ну, значит, она пошла в участок. Она пошла в участок, чтобы выкрасть какое-то досье. Конечно, никто не заметит. Ты знал, что ее мать работала на полицию? Ладно. Можешь не отвечать. И куда же нас дальше приведет расследование и поиск нашего убийцы? Какой мрачный город. Город выглядит совершенно иначе, чем в обычной жизни. Кстати, мы можем вот так вот быстро перемещаться. Так, больше, в принципе, некуда. Департамент полиции Салема. Именно туда нам и нужно отправиться. Так, как нам пройти? Еще целых восемьдесят метров. Так, что это? А, это я уже находил. Это, типа, история того, как жена нашего персонажа погибла. Так, где же этот участок? По-моему, мы на верном пути. Еще всего лишь пятнадцать метров. Ну, двадцать. Так, какая-то записка. Смотрите, что это. Еще одна такая же штука. Так. Ну, нам, скорее всего, вот сюда. Так интересно, люди могут ходить сквозь призрачные объекты, а мы сквозь... О, боже. ...человеческие. Что я натворил? Нет, нет, нет. Еще поможем ему? Эй, эй, эй. Успокойся, поговори с ним. Говори, как тебя зовут? Как тебя зовут? Походу, он вылетел на машине. Бред. Это побочная миссия, давайте поможем ему, может быть. В принципе, интересненько. Я не знаю. Мы хотели оттянуться. Поехали в город. Выпили одну, потом три. А потом уже... Не знаю сколько. Я не помню. В общем, они напились и вылетели, и погибли. Боже. Я их убил. Я ни за что себе не прощу. Наверняка ты ничего не знаешь. Ты же сам сказал, что не помнишь. Я, пожалуй, пройдусь тут немного. Может, выясню, что произошло. Боже. Что я наделал? Ну окей, давайте расследуем, виноват ли он в смерти своих друзей. Так, номер. Бред. Тачка Бреда. Видок паршивый. Так, смотрите, бутылочка. Виски. Так, еще одна улика должна быть. Так, что это? Чек с заправки. Немного, но уже кое-что. Заправка недалеко, надо наведаться. Что, еще и на заправку идти? Что-то мне вообще не охота идти сейчас на заправку. Так, вот еще один призрачный объект. Так. Департамент полиции где-то здесь должен быть. А, вот заправка, кстати. Давайте наведаемся сюда. Женщина, заправляющая машину. А ты, оказывается, легковес. Так, а это что? Хорошо, что нам не показывают этот процесс. Так, а это кто? А, это сам этот Бред. Такси! То есть такси! Что? Направку. Да! Это сам Си! В общем, понятно, они сели на такси и уехали домой. Скорее всего, именно так и было. Так, ну что ж тут? Больше улик-то, в принципе, наверное, и нет. Так, что здесь? А вот, кстати, таксист. Надеюсь, я вернусь в чистую комнату. Ну, надейся. Так, кто-нибудь видел, кто был за рулем? Так, а это кто? Может, если мы пойдем чуть быстрее? Так, это департамент полиции. Нам туда не надо пока что. Так. Похоже, их напугал этот громкий хлопок. И что это было? Что это было? Может быть, нам вернуться к этому чуваку? Ради которого мы и затеяли это расследование. Так, смотрите, что это. Ага. Ну вот, единственное, что нужно было запоминать, дорогу. Нет, туда-там точно не надо. Он вызвал такси. То есть, скорее всего, его друзья уехали на таксишке. Ну, в общем, если честно, мне уже неохота помогать им проводить расследование в этом деле. Потому что я просто не могу найти, откуда я пришел. Так что давайте отправимся просто в департамент. Если вдруг мы потом все-таки встретим этого чувака Бреда, мы ему скажем и поможем, что все, мол, хорошо. Так, где мы? Смотрите, табличка. Так, это подсветка. Ну все, тут больше ничего. Мы должны успеть попасть в департамент раньше, чем туда придет эта девочка. Какое странное чувство опять сюда вернуться. Туда, где в свое время спасался от свалившегося на тебя одиночества. Забавно, как все повторяется. Сегодня? Сегодня он впервые стрелял. Обычно предпочитает ближний бой. Так что, если к нему подойти, он получает преимущество. Но, сэр, если к нему не подходить, то как мы его арестуем? Вспомни, чему тебя учили. Он убил копа, он в розыске. Стреляй без предупреждения. Оперативный штаб. Так, надо выяснить, есть ли подвижки в расследовании. В общем, нужно рассмотреть все улики. Их целых 11, кстати. Вторая. Третья. Четвертая. Так, обновить, чтобы отразить последние события. Так, а здесь что? Нужно верить в полицию. Может быть, комп? Нет. Так, подслушать, подслушать. Смотрите, у него что-то типа айфона. Подозреваемых. Лейтенант, все это из-за плохого руководства. Кто бы не разрешил Ронану действовать в одиночку, вина лежит на вас. Сегодня мы потеряли одного из наших. А у вас никаких подозреваемых и никаких зацепок? Послушайте, он был в перчатках. И, похоже, в квартире ничего не трогал, кроме дверной ручки. Не оставил ни следов, ни волокон, ничего. Если вы думаете, что я не хочу поквитаться с этим парнем, то ошибаетесь. Сбавь обороты, Рекс. Все знают, что он твой деверь. Так что можешь не напоминать. Но если снова сорвешься, еще один из нас присоединится к Ронану. Понял? Найди убийцу. Или улику, которая приведет нас прямо к нему. Это приказ. Да, вас понял. В общем, все понятно. Ничего такого сверх какого-то особенного. Так, тело доставлено в морг. Причину смерти определит вскрытие. На месте преступления не обнаружили ДНК, не отпечатков пальцев. Так, все, что ли? Где еще пять улик? В принципе, что мы могли, мы здесь... нашли или нет. Ну окей. О, карта! Так, семь улик. Полтергейст, может быть? Так. Вот он, скорее всего, именно вот этот чувак. И еще где-то три улики, которые здесь запрятаны. Ну, это не самое странное из того, что я сегодня видел. Ага. Вот, походу, и улики. Так, причина смерти удушения. Травма шеи и горта, нелегкий ссадин на запястьях и лодыжках. Вероятно, от связывания конопляной веревкой, характерно для всех жертв звонаря. Это была основная улика, походу. Так, вселиться. Влияние. Так, почерк убийцы. Сходство знаков. Связь между убийцами. Нужная информация о пропавших жильцах. Так, еще одна улика где-то должна находиться здесь. Может быть, еще раз телефон нажать? Посмотреть. Ага. Кассандра Фостер, 42 года. Проживает в многоквартирном доме. Медиум. Сотрудничает с департаментами полиции. Так. Ее дочка, 15 лет. Вместе с матерью формально бродяжничает. Ага. Розыск Джой Фостер отменен. Произведено задержание. Все, что ли? Но нам не дали улику из-за этого. Так, здесь мы уже ничего не можем сделать. Но если только почитать мысли... Нужно помнить, что этот убийца такой же человек, как и все мы. Окей. Может быть, снова вентилятор включить? Кстати, снова мы его, походу, не можем. Осталась одна улика. Давайте подойдем к каждому объекту, который здесь только может находиться. Может быть, что-то и найдем. Так, здесь ничего. Ну, я обошел всю комнату, ребят. Вот что нужно сделать. Вот она улика. Все, мы нашли все улики. Необходимо сделать... Я выяснил тут все, что можно. Надо проведать Джой. Может, она уже вычитала что-то. Нужно проверить какого-то Джоя. Ну что ж, камеру свидетельницы мы навестим уже завтра. Всем большое спасибо за ваше внимание. Мы продолжим играть в эту интереснейшую игру. Я очень рад, что начал в нее играть. Все-таки не так часто встретишь детектива, да еще и призрачного. Поэтому всем пока. До новых встреч. Ставьте пальцы вверх. И удачи вам. Спасибо.